Мы в студии, и это означает только одно. Настало время сочного, мощного, спелого, свежего, ароматного разоблачения подпольной говноплощадки. Как живут перекупы? Каковы их методы? Много ли им вообще приходится работать? И сколько они зарабатывают? Давайте-ка я кратко введу вас в курс дела. Недавно на канале Автору вышел ролик, мы, кстати, оставим на него ссылочку в описании. Он был про милого дедушку и его сына, которые продавали Шкоду Октай. Я позвонил по объявлению продажи этой машины. Алло. Здрасте, по машине звоню. Состояние подскажете? Отлично. Да, у него был окрасным капотом. Сделано идеально. Серьезно. В пробке толкнулся под грузовик, раздавил фары и капот нанял. Все. Ну, то есть ни Татал, ни подушек, ничего такого нет. Нет, нет, нет. Все отлично. Собственно, приехал смотреть, а там полностью перекрашенный Татал. Пипец. Ну, дед. Ну, ха... А-а-а-а. 250. Все, у меня только задние крылья не крашены. Со сработавшими подушками безопасности... ...купленный у страховой компании. Вот, по-каку, вот записан я. Я второй человек. Реса гарантия. Так, это от страховой, что ли, да, печать? Да. То есть ее страховая компания продавала? Да. Быстренько, маленькая заметочка на полях. Если вы в ПТС видите печать страховой, то можете не ломать голову. Скорее всего, это либо машина, которая когда-то была в угоне, либо, что более вероятно, это машина после аукциона битых автомобилей. Но наш дедушка, разумеется, ничего об этом не знал, и машину он продавал самую распрекрасную. А, да, Реса гарантия. То есть это машина от страховой компании? Да. Ага. И что с ней было? У нее, значит, капот поменяли, крыло поменяли, а крыло не меняли. Ага. Ну, обычно страховые так... Ладно, хорошо. Эта машина принадлежала одному из руководителей Реса гарантия. Ну, то есть с машиной все в порядке, можно не беспокоиться? Ну, если Реса гарант ее проверила, аннулировала учет от того человека и продала ее мне. Так обычно же они, ну, это просто тоталенные машины продают, которые все уже на помойку выбросить и их вот продают. Вот перед вами тогда помойки. Я понял. Особенно эпично дедушка ушел от вопроса о стрелянных подушках и полностью перекрашенного кузова. Вот это вот винил же. Какой винил? Ну, винил, который вот винил. Он же пластиковый РБ? Нет, ну что, он обтянут кожей. Эта машина премиум класса, посмотрите, она с этим, как его зовут. Ну, короче, она лучшая машина, это повышенный класс, она такая и должна быть, как вот эта, как вот эта. Ну, тут эта машина, ну как, это повышенный, лучше премиум класс, повышенный класс, понял? Винил, что, не разбирайся, что ли, нравится, бери, не нравится, не бери, все, чего тут? А здесь винил? И здесь тоже, да. Это просто комплектация? Комплектация, а что же еще? О, слушайте, так здесь же постойка, стойка крашеная. У нее же проем засажен. Ну, вы вообще меня поражаете. Машина-то двухцветная, поверх того нанесено другое. В общем, еще раз порекомендую к просмотру ролик на канале Автору, он реально супер классный вышел, обязательно его посмотрите. Ну, а теперь давайте переходить непосредственно к нашему расследованию. Во время показа Октавии наш милейший дедушка спалился на очень тупых вещах. Он ждал меня в другой машине. Папочку с документами на Октавию он вынул из классической перекупской барсетки, в которой были и другие папочки с документами, видимо, на другие машины. Ну и самое главное, рядом с этой Октавией стояли машины с рамками трейд-инов и другими регионами. Раньше, чтобы вот вычислять говнари, нам приходилось очень долго анализировать объявления. Искать похожие объявления на Автору, прогонять фотографии из объявлений через поиск по картинке в Яндексе. Искать объявления по какому-нибудь там совпадению в тупых описаниях. Но сейчас всего этого делать не нужно, потому что сейчас на Автору есть отчеты про авто. Ссылка на раздел Автору с отчетами находится в описании к этому видео. Пользоваться ими очень легко. Все, что нужно сделать, это просто вбить номер машины. Даже не ВИН-код, который иногда бывает довольно трудно добыть, а именно просто номер автомобиля. И если эта машина была смотана, продавалась на аукционе битых авто, если по ней был расчет страховой, или она размещалась до этого на Автору, вы об этом узнаете. Поэтому мы просто вбили госномер Приуса, в котором сидел дедушка и ждал нас в строку поиска. И вуаля, машина, вот этот чудесненький Приус, был в продаже. По ней были ДТП, такие большущие такие расчеты страховой. Ну и самое главное, милый домик, на фоне которого и были сделаны фотографии. После этого мы вбили номера стоящего рядом Mitsubishi Outlander и бау! Он тоже был в продаже, тоже с аукционно битых авто и с прекращенным учетом. А прекращенный учет это первый признак говнаря, ну если только мы не говорим о какой-то старой машине с мотором на 600 лошадиных сил. Ну и самое главное, тот же самый милый домик, на фоне которого сфотографирован и Приус. Вот так совпадение! На момент выпуска видео я пытался накопать какой-то информации, но зацепок особо не было. Единственное, что было, это вот кусочек подфайндера, попавший в кадр на фотографии в объявлении. Я перерыл не только автору, но и вообще все сайты о продаже машин, но этого подфайндера не нашел. Наверное, его еще просто не восстановили до конца. Да, в этот раз мы постараемся использовать вообще всю информацию, которую найдем в интернете, в общем доступе, в открытых источниках, даже если она есть не только на автору, потому что мы считаем, что в борьбе со злом любая информация хороша и полезна. После выхода ролика на канале автору продавцы решили изменить объявление, ну типа они так немножко спалились. С Октавией, например, с нее сняли чехлы и она подорожала разом на 100 тысяч рублей. 18-й год, 60 тысяч пробег и всего лишь 950 тысяч рублей, еще и 1,6 на автомате. О мой бог, я уже бегу ее смотреть. А у Аутлендера добавилось несколько фоток. Честное слово, я не знаю, зачем они это сделали, но в этот момент вскрылась интересная картина. Ну как вскрылась? Скорее, вот чуть-чуть, так чуть-чуточку приоткрылся занавес. Смотрите, вот тут на фото появилась красная корса. Нехитрые поиски и вот оно объявление о продаже красной корсы на фоне того же самого дома. Однако, поиск по картинке показал, что красная корса на фоне этого дома была сфотографирована вовсе не одна. Вот еще объявление о продаже красной корсы с другими номерами, но в том же самом месте. Теперь листаем фотки другой корсы и видим черный Мерседес С-класса. Удивительно, но находится объявление и о продаже этого черного Мерседеса. И снова на фоне того же самого дома. Просто какой-то день потрясающих совпадений. Открываем объявление о продаже черного Мерседеса С-класса и видим белый Мерседес. Audi TT и Hyundai Santa Fe. Удивительно, но объявления о продаже Audi TT и Hyundai Santa Fe на фоне того же самого дома тоже находятся. А в них очередные хлебные крошки-подсказки. Теперь мы уже видим на них Porsche Cayenne. И разумеется, объявление о продаже Porsche Cayenne также находится. Это уже какое по счету совпадение? В общем, таким образом нам удалось найти порядка 30 объявлений. Единственная машина на фото объявления о продаже, которой на фоне этого дома нам найти не удалось, это вот этот вот белый Мерседес С-класса. Он, кстати, есть и в обновленных фотографиях объявления о продаже Шкода Октавии. И, наверное, мы можем предположить, что это машина, на которой они ездят сами. Но кое-какая информация по этому Мерседесу все равно имеется. Так у него бьется ДТП, вторым участником которого числится Volkswagen Charan. Вот с таким ВИН-номером. Вбиваем этот ВИН-номер в отчет про авто и, в это просто невозможно поверить, но этот Charan продается на фоне все того же самого домика. То есть выходит так, что эти ребята обманывают не только нас с вами, но еще и страховую компанию, причем в открытую признаются об этом любому встречному. А если сам-то я страховщик, как получить деньги? Надо писать побольше. Но, возможно, то, что в ДТП участвовали машины, которые потом обе стоят на одной говноплощадке, это снова чистое совпадение. Вообще, по части случайностей и совпадений, эти ребята просто изнасиловали теорию вероятности и всю высшую математику. Вот, например, Mitsubishi Outlander, который они купили на аукционе битых автомобилей. По заявлениям продавца, там все, конечно же, идеально. Красили передний байпер, так что машина практически новая. Человек наехал на бордюр, пробил поддон номерной, поэтому поменяли мы этот поддон, прилагаем документы к продаже. Поменяли, открутили этот поддон с двигателя, купили двигатель с документами, выкрутили оттуда, сюда прикрутили, вот и все. У машины только пробило картер двигателя, который, внимание, на Outlander оказывается номерной, поэтому они купили мотор, чтобы взять с него только картер. Ну, логично, что. Да, и сейчас этот мотор в продаже. Это очередное невероятное феноменальное совпадение. Кстати, история с этим мотором говорит нам две вещи. Во-первых, они при продаже жестко звездят. А второе, это самое главное, эти ребята не просто продают битые тачки. Они покупают машины на аукционе битых авто и сами их восстанавливают, чтобы потом обманом продать. Ту же Октавию, ее тоже купили на аукционе битых авто, и они сами ее восстановили. Причем после долгих расспросов по телефону продавец сам в этом признался. У меня было незначительное ДТП. Человек в пробке помял капот и выдаю фары. Ничего дальше не задевалось, ничего дальше не менялось. Машину, да, мы от страховой покупаем эти машины. Ну, я понял. А, я понял. Вы битую ее покупали? Да, мы берем их. Восстанавливаем. Мы красили только капот. Фары меняли. Вот, красил я ее, обливал всю. Вот, потому что у нее было так мятенько, тут же мятенько. И, б***ь, я не до чего. Лежит краска от родной. То есть люди умышленно, по предварительному сговору, группы лиц, вот это вот все, покупают тоталенные тачки, сами их восстанавливают своим замечательными золотыми руками и обманом продают под видом, естественно, не бит, не крашен, ездил дедушка. Кстати, а кому они продают? Ну, потому что мне они как бы продавать не стали. Давайте так. Вам она не нравится? У меня ждет дочка. Чего же обманывать? И вас все обманули, вся Москва. Когда Вартан им звонил, ему они тоже продавать не стали. Ну, я в поле продавал, что это такой же продаватель, например. Зато они с удовольствием были рады продать эту Октавию девочке. Мне вообще все на самом деле не важно, кроме вот безопасности. У меня двое детей, поэтому мне принципиально важно, чтобы вот подушки были на месте, чтобы... Безопасно, безопасно, все на месте, все полностью направлено, все работает. Вообще, в принципе, звучит логично, если ты мужик, здоров и ни в чем не нуждаешься, начни отнимать бабки у тех, кто не может дать сдачи. Но, как обычно, мы не можем просто голо такие изобличающие обвинения делать. И, возможно, они торгуют хорошими машинами. Давайте взглянем отчеты Автору по машинам, которые еще нашлись у них в продаже. Вот, например, Opel Corsa. У него просто чуть-чуть скручен пробег. Ауди ТТ. Немного скрученный пробег и прекращенная регистрация. Далее идет Hyundai Santa Fe. У него снова скручен пробег. Peugeot 308. И, да, у него, естественно, скручен пробег. Далее следует замечательный Hyundai Elantra. У него, естественно, скручен пробег. И, более того, прекращена регистрация. Citroёn C4. После такси и с несколькими ДТП. Porsche Cayenne, у которого, естественно, смотан пробег. Плюс ко всему засвечено два ДТП и несколько очень интересных. По-моему, четыре расчета стоимости ремонта общей сложностью где-то на 4 миллиона рублей. Вот такой вот милый коммерческий транспорт. И у него, естественно, тоже смотан пробег. Renault Kaleos. Снова скрученный пробег. Hyundai Solaris. Может быть, сами угадаете. Ну, как бы, да. Скрученный пробег и прекращенный учет. Honda Civic. Засвеченный ДТП. И снова скрученный пробег. Nissan Murano. Скручен пробег. Прекращена регистрация. Ford Focus, который продавался битым. У него засвечены ДТП. И есть расчеты стоимости ремонта. Toyota Corolla. Снова скручен пробег. И сразу же вдогонку Opel Corsa, у которого тоже скручен пробег. Ну, а мне досталось Corsa повеселее. У нее есть и ДТП, и расчеты стоимости ремонта. И, конечно же, прекращенная регистрация. Skoda Fabia, и тут вообще полный набор. Здесь и ДТП, и расчеты ремонтов, и скрученный пробег, и прекращенный учет. Mazda CX-7, у которой уже типичные для всего проблемы. ДТП, расчеты ремонтов, прекращенная регистрация. Volvo S60, ДТП, всмотанный пробег, прекращенный учет. Снова Opel Corsa. Прям любят они Opel Corsa. Эта машина продавалась битой. Вот есть фотки машины после ДТП. Причем по отчетам, по истории регистрации и по объявлениям понятно, что они не только сами восстанавливают, но и сами собственноручно занимаются смоткой пробега. Некоторые машины засвечены на фоне вот этого прелестного дома с честным и уже потом со смотанным пробегом. То есть это не просто, ну, такие обычные говнари, такие вот говнари лайт, которые торгуют уже смотанными машинами, а это лютые говнари, которые сами же и мотают. И ради чего, вы спросите, все это? Ну, конечно же, ради бабла. Есть ли вообще возможность узнать, сколько зарабатывают перекупы? Еще совсем недавно мы могли только догадываться об этом по стоимости аренды одного квадратного метра в АТЦ Москва. Но сейчас это вообще перестало быть тайным. Prius из выпуска на канале Автору продавался с пробегом 100 тысяч километров за 550 тысяч рублей. Но несколькими месяцами ранее он продавался на другом сайте с пробегом 200 тысяч километров и уже за 420 тысяч рублей. То есть еще за 420 тысяч рублей. А черная цешка была куплена с пробегом 163 тысячи километров за 670 тысяч рублей. А спустя какое-то время она продавалась на фоне знакомого нам уже дома с пробегом 93 тысячи километров и за 800 тысяч рублей. В общей сложности мы нашли около 45 объявлений. Самое раннее объявление датировано где-то сентябрем 2019 года. Несложными вычислениями мы обнаруживаем, что в месяц они продают где-то 3,75 автомобиля. И к цене каждой они прикручивают хотя бы по 100-130 тысяч рублей. С учетом того, что мы нашли не все их объявления и есть машины дорогие, на которых прикручено явно не 130 тысяч рублей, можно с полной уверенностью сказать, что ежемесячный доход от перепродажи смотанных и битых тачек составляет где-то 400-500 тысяч рублей. Полмиллиона рублей в месяц только на налюбливании нас с вами. Но я напомню, что налюбливают они еще и страховую. И по многим машинам в период их нахождения у заветного домика наблюдаются странные расчеты по 800 тысяч рублей, по полтора миллиона. То есть около 6 миллионов рублей в год на перепродажи. И 3-4 выплаты в среднем по миллиону рублей от страховой компании в качестве, ну, такого квартального бонуса. Итого, если эти ребята будут усердно работать, то могут зарабатывать по 10 миллионов рублей в год. Ну, я думаю, что сейчас грустнули даже некоторые чиновники из расследований Навального. Разумеется, такие заработки позволяют не делать всю черную работу своими руками, так что эти ребята периодически размещают объявления о приеме на работу. Я вижу в ваших глазах, что вы уже хотите стать перекупом и спрашиваете, куда пойти учиться. Ну, что ж, у нас для вас очень хорошая новость. Судя по орфографии, вы можете уходить уже из пятого класса и начинать делать бэп. Причем делать бэп, вы можете, это бизнес, он вполне семейный. Вот, смотрите, вот на фото сам дедушка, вот бабушка, вот, судя по всему, дочка. И этот бизнес, он настолько активный, а машин настолько много, что, получается, они даже не могут себе позволить 5 минут уединения, чтобы сфотографировать просто машину без людей. Кстати, заветный домик – это далеко не единственная локация. Они также любят фотографировать машины у паркинга, в котором расположен магазин «Билла». Это Люберцы, улица Кирова, дом 4. Ну и, собственно говоря, у дома, где они показывают машины. Это, в общем-то, то, ради чего и появился этот ролик. Нам нужно нанести на нашу карту авторевизора очередную точку, куда вам не нужно ездить. Итак, это Люберцы, улица Кирова, дом 9, корпус 2. Остался самый последний штрих. Нужно как-то назвать эту банду. И мы решили назвать их просто «Банда пограничников». Потому что на доме, вот вы видите на фотографиях, развивается флаг пограничной службы. Ну, а во дворе расположен вот такой вот стилизованный пограничный столб. Вот так вот в жизни бывает. Сначала ты даешь присягу родине и клянешься защищать ее граждан, а потом сам этих граждан и... Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Ну, если вы будете внимательны, то сможете, как и мы, делать подобные разоблачения, прямо не выходя из дома. Потому что ваше главное оружие – это интеллект. Вы умнее перекупов, и вы обязательно должны этим пользоваться в следующий раз, когда будете искать себе автомобиль с пробегом. Ну, а этим ребятам хочется сказать, блин, ну, разве вы не позорите честь мундира? Это как-то, ну, стрёмно, что ли, я не знаю. Эх, эпохи. Через несколько дней, когда ролик уже был полностью готов, у нас появился недостающий кусочек пазла. Единственная машина, в повреждениях которой мы не были уверены на 100%, это был белый Outlander. На фото в объявлении было видно, что панель перетянута, то есть подушки безопасности у этой машины срабатывали. Но, когда мы смотрели Land Cruiser из позапрошлого видео, мы проезжали мимо двора, где стоит этот Outlander, и специально заехали потыкать его толщиномером. И, к нашему удивлению, действительно повышенных значений на кузове не нашлось. То есть оставалась вероятность, что эту машину на самом деле не били, а специально подорвали ей подушки, пробили поддон, чтобы инсценировать очередное липовое ДТП и развести страховую. Вывести обманщиков на чистую воду нам помогли вы, наши дорогие подписчики. И за это вам бесконечная благодарность, потому что уже не в первый раз благодаря вам нам удается добыть информацию, которую от нас довольно тщательно прячут страховые компании и аукционы битых авто, потому что продажи битых машин – это огромный бизнес, и никому не хочется засвечивать тоталенные машины. В общем, теперь мы точно знаем, что было с машиной. Читаю письмо от подписчика. Машина улетела в бетонный блок. Сработала вся безопасность, включая подушки и ремни. Повело правый лонжерон. После ДТП перестала закрываться передняя пассажирская дверь. Представьте себе, как повело кузов. Основной удар пришелся на блок двигателя. Карданный вал от удара погнуло, и он уперся в полавтомобиля. Ничего себе! По отчету про авто, калькуляция страховой выплаты составила 1 миллион 600 тысяч рублей. И вот теперь, вооружившись новыми знаниями, предлагаю еще раз послушать продавца этого Outlander, чтобы картина о нем сложилась у вас целиком. Машина практически новая. Человек наехал на бордюр, пробил поддон, поддон номерной, поэтому поменяли, мы поддон прилагаем документы к продаже. Поменяли, открутили этот поддон, купили двигатель, за документами выкрутили, оттуда сюда прикрутили. Долго продаешь? Нормально, я все продаю. Субтитры сделал DimaTorzok